Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я проведу для вас дистанционный урок географии в восьмом классе на тему горы Юга Сибири, озеро Байкал. Мы рассмотрим вопросы, касающиеся географического положения и особенностей природы этих территорий. Взгляните на карту. Вдоль южных границ России, от РТШ до Приамурья, на 4,5 тысячи километров протянулся один из крупнейших горных поясов мира. Он состоит из гор Алтая, западного и восточного Саяна, Прибайкалья, Нагорей-Забайкалья, Станового хребта и Алданского Нагорья. Эта огромная территория возникла в результате взаимодействия крупных блоков земной коры. Посмотрите на карту. Это сибирская и китайская платформы. Платформы эти являются частью евразиатской аэтосферной плиты. И они испытывают значительные горизонтальные перемещения. А вот уже в зоне их контакта наблюдается смятие в складке осадочных пород и формирование гор. Здесь же мы будем наблюдать разломы в земной коре, землетрясения, образование разнообразных полезных ископаемых, как рудных, так и нерудных. Здесь же сформировались крупные месторождения железных и полиметаллических руд, меди и золота. Здесь мы найдем месторождения олова, молибдена, вольфрама. Вся горная система находится в глубине материка. Поэтому климат ее континентальный. Континентальность нарастает к востоку, а также по южным склонам гор. На наветренных склонах выпадают обильные осадки. Особенно много их на западных склонах Алтая, около 2000 мм в год. Поэтому его вершины покрыты снегами и ледниками, самыми крупными в Сибири. На восточных склонах гор, а также в горах Забайкалья, количество осадков уменьшается до 300-500 мм в год. Еще меньше осадков в межгорных котловинах. Зимой почти все горы Южной Сибири оказываются под воздействием азиатского максимума атмосферного давления. Погода стоит безоблачная, солнечная, с низкими температурами. Особенно холодно бывает в межгорных котловинах. Ведь здесь застаивается холодный воздух, который стекает с гор. Температура зимой в котловинах опускается до минус 50, а то и 60 градусов Цельсия. На этом фоне выделяется Алтай. С запада сюда часто проникают циклоны, сопровождающиеся значительной облачностью и снегопадами. То есть облака защищают поверхность от выхолаживания и в результате алтайские зимы отличаются от других территорий большей мягкостью и обилием осадков. Лето же на большей части гор обычно короткое и прохладное. Но в котловинах оно бывает сухим и жарким. Средне июльские температуры здесь достигают плюс 20 градусов. В целом же горы Южной Сибири являются аккумуляторами влаги внутри засушливых континентальных равнин Евразии. Поэтому с них берут свое начало крупнейшие реки Сибири. Иртыш, Бия, Катунь – истоки Аби, Енисей, Лена, Витим, Шилка и Аргунь – истоки Аби. Горы несут с собой влагу в ниже расположенные территории. По склонам Алтая до высоты 500 метров на севере и 1500 метров на юге поднимаются степи. В прошлом ковыльные и разнотравные степи располагались и под нищу межгорных котловин. Теперь же плодородные черноземы степных котловин почти полностью распаханы. Выше пояса степей на влажных западных склонах Алтая находятся елово-пихтовые леса с примесью кедра. В Байкальских горах из-за Байкалии господствуют сосново-лиственничные леса. Под лесами формируются горно-таежные и мерзлотные почвы. Верхняя часть лесного пояса занята кедровым склонником. Выше лесов на Алтае находятся субальпийские и альпийские луга. В Саянах на Байкальском и Алданском нагорьях, где значительно холоднее, верхние участки гор заняты тундрой с карликовой березой. Для Сибири, для Юго-Сибири характерен богатый животный мир. Здесь много птиц, много перелетных птиц, которые прилетают сюда гнездиться и часто остается зимовать здесь, когда бывают теплые зимы. Для территории Южной Сибири характерно движение населения, ведь здесь проходил знаменитый шелковый путь. А теперь перед вами типичные жилища алтайцев. Они очень хорошо приспособлены для местного климата. Стекающие с гор реки богаты гидроэнергией. Горные реки наполняют водой озера, находящиеся в глубине котловин. И прежде всего крупнейшие и красивейшие озера это Байкал и Телецкое. Именно о них мы продолжим. Именно об одном из них я продолжу разговор. Славное море, священный Байкал. Так поется об озере в знаменитой песне. И неудивительно, ведь оно замечательно видно даже из космоса. Его глубина 1642 метра и находится оно в тектонической впадине. Озеро находится в сейсмической зоне. В его окрестностях происходит по нескольку сотен землетрясений в год. Больше всего это мощное землетрясение составляет 1-2 балла и фиксируется только высокочувствительными приборами, сейсмографами. Но бывают землетрясения превышающие 7-8 баллов. Преобразование озера Байкал продолжается до сих пор. То есть мы являемся свидетелями формирования этого объекта. Возможно, со временем здесь появится новый океан. Ветра вздувают штормы на озере и имеют запоминающиеся названия. Баргузин, Сарма, Верховик, Култук. Водная масса влияет на атмосферу прибрежной местности. Весна здесь наступает на 10-15 дней позже, чем в соседних районах. Осень же тянется более продолжительное время. А вот лето бывает прохладным, но зато и зима не сильно морозная. Два крупных озера и множество ручейков создают основной поток впадающих в Байкал воды. Река Селинга, стекающая с гор Монголии, обеспечивает большую часть притока с юго-восточной стороны озера. Второй большой приток с восточного берега из реки Баргузин. Ангара это единственная река, которая вытекает из Байкала. Туристам, которые приезжают на озеро Байкал, часто рассказывают интересные легенды про Ангару и Енисей. Воды Байкала чистейшие. В них сосредоточено около 19% мировых запасов пресной воды. Вода содержит минимальное количество минеральных солей и насыщена кислородом до самого дна. Зимой и весной она бывает синего цвета и становится наиболее прозрачной. Летом и осенью вода приобретает синий-зеленый оттенок и прогревается солнцем максимально. В теплой воде формируется множество растительных и животных особей, поэтому то ее прозрачности уменьшается до 80 метров. Зимой поверхность озера покрывается толщей льда. Лед испещрен многочисленными многокилометровыми трещинами. Разрывы происходят с пронзительным треском, похожим на орудийные залпы или же раскаты грома. Они делят ледяную поверхность на трещины, а трещины помогают рыбам не погибнуть из-за нехватки кислорода. Сквозь прозрачный лед проникают солнечные лучи. Они способствуют развитию планктона, водорослей, выделяющих кислород. Байкал замерзает практически повсеместно. Единственные участки, которые не замерзают, это в районе верховья фонгары. Когда-то давно озеро Байкал посетил Антон Павлович Чехов. Он так высказывался о природе этого края. Берега гористые, покрытые лесами, кругом дичь непроглядная, беспросветная, изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой дикой всячины. Современники могут подтвердить его высказывания. Ведь в Байкале сосредоточено более 3500 видов животных и растений. Многочисленные исследования зачастую обнаруживают и новые виды. Список обитателей продолжает пополняться. Около 80% фауны являются эндемиками. Встречаются исключительно на озере Байкал и больше нигде на земле. В Байкале огромное количество разнообразной рыбы. Одно из удивительных созданий это рыба голомянка. Она обычно выглядит вот так, то есть совершенно прозрачная, содержит в себе более 30% жира. Вообще биологи удивляются ее постоянным перемещением из глубин на мелководье и обратно. На дне произрастают пресноводные губки, а ценная рыба представлена огромным количеством. Видовое разнообразие здесь уникально. Можно встретить налима, щуку, хариуса, водится осетр, таймень, сик, знаменитый байкальский омуль и многие другие. Обитает здесь и рачок эпишура. Он пропускает через себя воду и фильтрует ее. здесь обитает знаменитая байкальская нерпа. Это тоже эндемик Байкала. По рассказам местных жителей, до 12-13 веков при Байкалье населяли многочисленная народность баргуты. Затем на западном побережье озера и в Забайкалье начали активно расселяться буряты. Русским первооткрывателем Байкала стал казак Курбат Иванов. Русскоязычные поселения появились в конце 17-го начале 18-го века. Хрустальные воды Байкала таят множество загадок. Зачастую легенды рассказывают об озере удивительные вещи. Они лавируют на грани мистики и реальных историй. Например, исследователи обнаруживают на дне Байкала множество метеоритных обломков. Находят необъяснимые линейные расположенные подводные камни. Некоторые считают, что воды озера хранят ларец Пандоры и магический кристалл Калимы. Другие уверяют, что золотой запас колчака и золотые резервы Чингисхана тоже хранятся здесь. Встречаются свидетели, которые говорят о том, что над озером проходит трасса НЛО. Ледяной покров скрывает немало тайн, заставляя ученых делать разнообразные предположительные выводы. Уникальная форма ледового покрова, присуща только Байкалу, нашли специалисты Байкальской лимонологической станции. На съемках со спутника были обнаружены темные кольца. Ученые считают, что они образуются из-за подъема глубинных вод и повышения температуры водной поверхности. О происхождении Байкала до сих пор ведутся научные споры. По одной из версий, выдвинутой доктором геолого-минералогических наук Татарином в 2009 году, после второго этапа экспедиции миров озеро считается молодым. Ученые исследовали активность в грязевых вулканах на поверхности дна. После этого сделали предположение. Возраст глубоководной части 150 тысяч лет, а современные береговые линии всего лишь 8 тысяч лет. Самое древнее озеро по результатам последних изысканий не имеет никаких признаков старения, как у других подобных водоемов. Поэтому изыскания продолжатся и я думаю оно преподнесет нам еще много интересных сюрпризов. Благоприятное время для отдыха на Байкале с середины июля до середины августа. В другое время на прибрежной территории становится холодно, а условия больше подходят для экстремального отдыха. Ну и летом иногда приходят циклоны с холодными ветрами, резкими перепадами температуры днем и ночью. Конечно же важным условием безопасного отдыха на озере является детальная проработка маршрута. Самыми посещаемыми местами отдыха названа Кругубайкальская железная дорога, Песчаная бухта, поселок Листвянка, побережье Малого моря, озеро Ольхон и другие территории. Валентин Распутин, знаменитый писатель и уроженец здешних мест, чрезвычайно часто и сильно высказывался об озере Байкал. Например, он писал, что Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим величием и размерами. Все в нем крупно, все широко, привольно и загадочно. Он же, наоборот, возвышает человека. Здесь возникает редкое чувство приподнятости и одухотворенности. Нигде больше нельзя испытать такие чувства, как на Байкале. Поэтому обязательно нужно посетить такое уникальное явление природы. Итак, мы с вами сегодня поговорили об особенностях гор Южной Сибири и об озере Байкал. Для того, чтобы закрепить полученные сведения, я рекомендую вам выполнить домашнее задание в тетради. На этом урок окончен. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч! До новых встреч!